Думаю, вы согласитесь, что в наше время для любого человека большая и крепкая семья является главной мечтой в жизни, представляя собой тот уютный уголок, где в любой момент можно получить необходимую поддержку и заботу. А уж если все члены семьи творческие люди, то и тяжелые будни проходят веселее, а жизненные препятствия разрешаются с легкостью. В этом выпуске нашей программы я хочу познакомить вас с именно такой семьей, большой, дружной, музыкальной. Хотя я уверена, что имена этих людей вам хорошо знакомы. Я говорю об Исламе и Аиде Байрамуковых. Аиду многие из вас помнят как Декушеву. Она заслуженная артистка Карачаева Черкесской Республики. Крепко обнять, хочу я тебя у всех отобрать. Но почему ты опять далеко? В мыслях моих ты мой все равно. Многодетная мама. Кандидат педагогических наук. Доцент. Первый обладатель золотого нимба в Карачаево Черкесии, как эстрадный автор и исполнитель. Она является победительницей всеми известного телепроекта «Утренняя звезда» еще в 1993 году. Ислам на сегодняшний день является директором Центра культуры и досуга Малокарачаевского района. Он заслуженный работник культуры Карачаева Черкесской Республики. У Ислама и Аиды четверо замечательных детей. И все дети музыкально очень развиты. Вокальные данные, скорее всего, они получили от матери по наследству. Они поют и танцуют. О каждом из них можно долго рассказывать. Но мне кажется, пусть лучше они сами поведают нам историю своей семьи. Ислам, ну что ж, нам не терпится услышать историю рода Байрамуковых. Наша фамилия Байрамуковых – это очень большая фамилия нашей карачаевской национальности. Полностью о Байрамуковых, как бы сказать, не смогу. То есть не могу. Почему? Потому что это есть такие у нас на роду, которые могут оспорить кто-то, что-то, чем-то. Но именно о группе нашей фамилии, нашей родословной, вот наша родословная Байрамуковская фамилия идет в течение Джанте Мирлере. Получилось так, что у нас еще на руках остались вот рукописи нашего отца. Потом мы с нашим братом, старшим братом Расулом Хаджи сидели один раз, переписывали, составляли. Вообще сама фамилия Байрамуковых происходит от Будьян идет. Вот у нас в Карачаеве все фамилии вообще имеют какой-то каум, то есть группа, как называется. Это делится у нас, насколько я знаю, на четыре группы. Будьян, Трам, Наурус, Адурхай. И вот от этих четырех групп пошли именно, насколько я знаю, аланские фамилии. Это происхождение аланских фамилий. Вот наша родословная Джанте Мир. Вот у меня вот осталось есть, которые даже в интернете это гуляет. Вот эта запись сделана Байрамуковым Ильясом, который гуляет по всему интернету. Составленные все родословные Байрамуковых, которые на сегодняшний день идут. Вот деболары, ибаклары, уразакайлары, джантемирлеры, бюттюлеры, хабишлеры, кокардаллары. Вот таких четырнадцать родословных идет. Ну, кто говорит шестнадцать, кто говорит четырнадцать. Ну, есть и споры, кто-то говорит десять. Но я, насколько знаю, от отца, который мне передавалось, было четырнадцать, под вопросом шестнадцать. Мы писали это, составляли с братом, с братьями, которые от отца у нас передавалось. Вот будиян, темрук, темрка, байрамук, сын байрамука, джануку, сын джануку, джарашты, сын джарашты Миртаз. Вот откуда наша линия идет от Миртаз? У Миртаза два сына было, джаны и бакку. Вот джанулары тоже идет, вот такой родословный, атаул называется, да, вот мы атаул называем. Вот бакку, мы идем от линии бакку, и у бакку было три сына, Итты, Геме, Джантемир. Вот здесь написано, по надписям Ильяса Байрамукова, указали здесь Геме, Гемелеры, Кеме написано. Но как-то, я не знаю, не написано, Итты, Джантемир, это три родных брата было. Джантемир был старший брат, Геме был средний, Итты был младший брат. Но здесь вот в этой летописи указано почему-то только Геме. И написано, атаул Гемелеры. Вот мы идем от линии, от брата Геме, Джантемир. Вот сын Джантемира Исхак, сын Исхака Дауд, мой дедушка, отец моего отца. Вот дальше Хейса, и вот мои братья, я вот, Ислам вот так, и наши, вот теперь наши наследники, да, уже вот моя ветка, наша ветка. И Джантемир, вот так мы составили, идет это все, что нам передалось от отца. Что я могу вам сказать. Можно было многое узнать о нашей фамилии, о нашей родословной, о таулах, от отца своего родного. Но, к сожалению, отец мой ушел в раннем возрасте. Ему было 64 года. Все, что мы успели от него узнать, услышать, научиться. Вот, кстати, это вот его фотография. Это ему было где-то, там где-то 60 лет ему было. А сколько? У нас, вот от него у нас сохранились, вот, сейчас я с удовольствием могу показать, очень даже многим, даже понравится. Будет интересно, фотографии первого рода, схода рода Байрамуковых, 90-й год, 1990-й год. Мне эти фотографии подарил Байрамуков Исмаил Хазыравич. Говорит, тебе на память, мне было очень приятно. Я сохранил и сохраняю. Вот, кстати, он здесь сам, Исмаил Хазыравич. Это Байрамуков Абул Керем. Аллах Джан Детли Цин, тоже непокойный человек. Имам, хаджи. Вот, что могу еще сказать вам о нашей фамилии Байрамуковых? Ну, как говорится, многие, чтобы не думали, что хвастаюсь. Ну, нашим родословным, нашим Атауле Байрамуковым очень много людей вышли, знаменитых, можно сказать, не побоюсь сказать. Именно из рода джантемировых. Это мой двоюродный брат, олимпийский призер Сидней 2000. Абсолютный чемпион Азии по вольной борьбе. Ислам Ильясович Байрамуков. Его отец, младший брат моего родного отца. Я чем горжусь? Вот именно вот такой человек, он не только в нашей фамилии. Это единственный на сегодняшний день олимпийский призер среди карачаевской национальности. Даже в Казахстане он не является по сей день гордостью. Он был первый олимпийский призер по вольной борьбе республики Казахстан. Также еще могу назвать своего родного брата Байрамуков, Расул Хаджи. Мой прямой старший брат, Расул Хаджи. Он, чем можете спросить, знаменит. Он знаменит тем, что он среди нашей фамилии Байрамуков был и, по-моему, еще есть и остается самым молодым Хаджем. Посетив Хадж, он посетил 18 лет. Ему было тогда, когда он посетил первый Хадж. И с тех пор он еще ни разу не пропустил паломничество на Хадж. Вот в этом году он тоже собирается уже 30-й раз. Можно сказать, ему даже говорили, он живет в Махачкале, в Дагестане. Там даже в Дагестане ему говорили, что он, наверное, единственный человек и в Дагестане, который 30 раз совершает Хадж. Еще были два выходца от Джанта Мирлера, которые были Байрамуков, капитан гвардии танковых войск. Байрамуков Магомед Кукуреевич, он тоже именно из Джанта Мировых. Он был тоже представлен к званию Героя Советского Союза, но по политическим данным, да, не получил. И еще вот Майрамуков Юсуф Мамураевич, тоже из рода Джанта Мировых, тоже был представлен, но некоторые говорят, не был представлен. Но он был делегатом, корчевской делегации к Хрущеву, именно по вопросам депортации. У нас в семье, у моего отца, у моей матери, три сына и три дочери. У нас три брата, три сестры. Я самый младший в семье. Мой отец тоже в свое время совершал хадж. Моя мама совершала трехкратно хадж. Мы вообще выходцы из села Кичебалык. Я сам родился и вырос в Кичебалыке. Мои родители там жили. Выросли и жили в Кичебалыке. Моя мать вообще-то выросла в Кисловодске. Она кисловодчанка была. У нас мама была такая чистая домохозяйка. Женщина из такой карачаевской семьи, можно сказать. Хотя отец моей мамы был даргинец. Был даргинец, но он жил среди карачаевцев, жил в Кисловодске. Он имел свой дом в Кисловодске. Но получилось так, что по иронии судьбы, в 43-м году, когда выслали карачаевцев, моя мама была маленькая тогда, мать Алиева. У меня бабушка по матери Алиева. Вот выслали карачаевцев, бабушку и маму выслали. Дедушка тогда не был арестован. Тогда как репрессированы. Были же политически репрессированы как бы. Ну, когда он вернулся в Кисловодск, увидел, что нету семьи, нету ни карачаевцев, никого. И он вслед за ними уехал в Среднюю Азию. И жил, и умер там. У матери фамилия была Магомедова. Она, ну, по Дарьинской линии, Дарьинская фамилия Магомедова. Ну, как я сказал, дедушка поехал за ними в Среднюю Азию. Жили там. Он там умер, остался. Ну, семья, естественно, вернулись. Мои родители познакомились там, в Средней Азии. Там познакомились, там поженились. Но они, сравнительно с другими, к карачаевцам вернулись поздно. У меня старший брат и сестра родились тоже в Казахстане. Они вернулись, насколько помнится, в 66-м году или 67-м году. Только они оттуда вернулись. А все остальные уже мы родились здесь, в Кичбалыке. Старший брат с сестрой Юсуф и Люба всегда шутят, что они казахстанские. Их родина там. Они, что родились там. Вот хочу показать фотографию моей матери Зои Абдуловна. С внучкой, с моей старшей дочерью Аминат. Это, как бы, всегда она говорила, что она первая внучка по Байрамковской линии у нее. Красавица. Ну, можем сказать, что этой малышке уже 17 лет. Да, уже с тех пор прошло 17 лет. Время летит, кстати, к сожалению. Ну, получилось так, что все по воле Всевышнего Аллаха. Я отца потерял 23 года назад, в номер 96-м году. Вот, мать недавно потеряли в феврале месяце. Вот, ну, все, воля Всевышнего Аллаха. Аллах джан дит лет цинбар цинда. Все, что она смогла дать своим детям, она, как мать, дала. Вырастила шестерых детей. Нас поставила на ноги. Очень даже твердо поставила. Все мои братья, сестры твердо стоим на ногах. Хорошо сидим, как можно сказать. Все определены семьями. У всех большие семьи. Определены своими работами. Слава Аллаху, что Всевышний дал нам таких родителей. Ислам, ну, если вот немножечко уйти в Вашу личную жизнь, хотелось бы узнать, вот в какой жизненный период Вы встретили вот эту красавицу? Сколько Вам лет было? Я, когда мне задают этот вопрос, мне очень много задают такой вопрос, если честно. Я всегда в шутку говорю, что она моя боевая подруга. Почему? Потому что я с ней познакомился, когда я был на службе. Когда я служил. Да. Это было, получилось так, что я вообще сам служил по гранвойсках. На территории Карачаева Черкесской республики. Как говорится, охранял границы Карачаева-Черкесии. Но был такой момент, что нас перебросили буквально на месяц, наверное, даже меньше. Тогда у нас была такая резервная застава в Карачаевске. Вот нас туда тогда перебросили. И ирония судьбы получилась так, что на день пограничника, как сегодня помню, 28 мая, мы всегда отмечаем День пограничника, вся Россия отмечает этот праздник, День пограничника. И получается так, что вот в тот день, она, будучи студенткой, пришла к нам со студентами, пришла к нам на заставу с какой-то, ну, с концертной программой. Ну, тут все пошло-поехало. Вот это все стоп-музыка. И с тех пор вот. Стоп-стоп-стоп-стоп-музыка. Мы посмотрели, какая ночь. Стоп-стоп-стоп-музыка. Давай прогоним, пусть будет прочь, душа на твоей. Заботу не знает, не конец. Стоп-музыка. Аида, расскажи, пожалуйста, свои фамилии и о себе. Ну, моя фамилия Девича Декушева, мама у меня Кубанова. Сама я с Карачаевска. Родилась и выросла в Карачаевске. Училась в первой школе, закончила филологический факультет отделения журналистики. Моя фамилия небольшая. Мы когда даже всегда смеемся там или что-то, он говорит, вот мы шапками вашу фамилию закидаем. Нас много. Да, их много, но нас мало, но мы в тельняшках. Фамилию я свою очень люблю. Я вообще единственный ребенок в семье. Папа у меня... И папа, и мама. Вообще их четыре брата, три сестры. А у папы их два брата, две сестры. Так что они семьи немаленькие. А тут получилось, что вот я у них вот единственная. Так вот. Так что у меня очень музыкальная семья. Это с маминой стороны. Вот как. Да. Это гены, да? Кубановы, да. Они очень хорошо поют, очень здорово поют. Играет на гитаре. Назир Кубанов, мой родной дядя. Он живет в Адыгехабльском районе Вауля, Дельхалк. Он более 20 лет проработал в Германии. Занимается техникой. И до сих пор вот. И вот единственное, что музыка, жизнь связана. Поют в семье все. С маминой стороны поют все. Все музыкальные поют, танцуют. У нас даже бабушка, мамина мама. Нам всем, внучкам, пока, говорит, я живая, нам всем купила, подарила Казани. У нас у всех внучек есть гармошки маленькие. Вот эти Казани. Мы учились играть. И все играем. Девочки, все играем на гармошках. Ну, не виртуозы. Ну, кто как может. А вот папина сторона у меня больше не трудяги. Чтобы сказать, что они поют, танцуют. Нет. Но они любят вот эту обстановку. Но далеки от музыкальной стороны. Так, творческая. Как-то они далеки. Так что, ну, Декушева что еще хочу сказать? Очень зато не... Вот я, например, как ингу, пертая вот. Я больше расскажу о Декушевых, нежели чем она. Да, согласна. Тоже согласна, да. Он у нас историк очень такой, любитель. Декушевы тоже, они произошли от, вот именно тех групп, которые я уже говорил. Вот Будьян, Наурус, Трама, Адурхай. Вот Декушевы, они тоже выходцы из группы Будьян. В истории говорится, что Боташ и Декушевы были братьями. Они отделились друг от друга. Ну, это тоже некоторые спорят, спорный вопрос. Но, насколько я знаю, в народе, в истории идет, что Боташ и Декушевы это были братья. Кубановы, вот тоже то, что она говорит по матери Кубановы, я их тоже, мы спорим, смеемся. Они тоже, вот и Кубановская сторона, они выходцы из Хурзука. Да, но мама всегда любит говорить, что она говорит, что дочь великого ногайского народа. Я постоянно мы спорим, они говорят, ну, ногайцы, мы ногайцы. Я говорю, нет, вы выходцы из карачайской селения Хурзук. Ну, вот так спорим, мы смеемся. Ну, на самом деле, если податься в истории, ее материнская сторона, и Кубановская тоже, это именно историческая фамилия Кубановы, выходцы из Хурзука. Ну, тут же, опять же, здесь получилось так, что по их истории, по иронии судьбы, их прадед, да, прадед, получилось, да, получилось так, что остался среди ногайского народа. Ну, так, и они так там ассимилировались, но на сегодняшний день они называют себя ногайцами. Да, разговаривают на двух языках, и на ногайском, и на карачаевском. Кстати, я тоже. Был Дикушев Магомед Мамураевич. Человек, единственный среди фамилий Дикушев, который был представлен в звании Героя Советского Союза, но он тогда по политическим этим, да, не был, не получил звания. Это соль высокая, вот, можно сказать, этот человек, их гордость, их фамилия. Ну, от Аллу моей фамилии Иналлара, да? Да, да. Вот, подтверждение у историка. А можно будет подтвердить, например, после уже вашего союза, ты творчество свое не оставила, ты продолжила петь. Как отреагировал? Муж поддерживал? Или же все равно ругался, что все, пора оставлять сцену, пора? Или все-таки гордость брала, вперед, я с тобой? Да, так поддерживал, что на сегодняшний день вон директор Центра культуры и досуга Малокорачевского района. Так что поддерживал, вот, и до и до сих пор как-то нет никакого сопротивления, никаких, наоборот, направлений, где, как. Так, в этом плане очень даже хороший критик, кстати, здоровый, хороший. Так что, да, в этом плане повезло насчет вот критики. Здоровая, хорошая, действительно, критика, где вот можно чувствуешь, где растешь, где надо припустить-то на тормозах где-то, где-то как-то. Но все-таки хорошо, это хорошо. Я считаю, когда оба в одном направлении, это хорошо. Ну вот скажи секрет, ты вот прям вот разрушила все стереотипы и вот мнение женщин, высказывание, что невозможно заниматься и детьми, и карьеру строить. Все-таки возможно. Возможно. Ты у нас многодетная мама, четверо детей. Четверо, да. Вот я, например, Аминк с Аминкой поступила в аспирантуру. Родился Эльдар, я аспирантуру закончила. Родилась Саида, я получила звание. Мы уже как-то вперед-вперед росли как-то. С рождения Амахматика мы как-то... Новые взгляды на песни, новый взгляд на творчество, на семью новый взгляд. Мы даже не поняли, как они быстро выросли, а тут вот как-то вот каждый... Я скажу, что дети абсолютно не мешают. Наоборот, с каждым своим приходом они приносят новую волну, новые эмоции, новые чувства, новые впечатления. Конечно, устаешь, да. Устаешь, да. Где-то хочется как... Ну, надо же ж все равно. Хочется, чтобы идти-то вперед. А так, конечно, можно сказать, ой, да все, вот уже не буду. И можно, и хватит. Хочется, но внутренний, наверное, вот этот голос, вот эта сцена, это вот... Я, например, не могу идти, вот не дает. Я, например, не могу идти, вот эта сцена, это вот эта сцена, это вот эта сцена, это вот эта сцена. Я, например, не могу идти, вот эта сцена, это вот эта сцена. Я, например, не могу идти, вот эта сцена, это вот эта сцена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но одно другому не мешает, можно сказать Главное жить в вере, жить иманом своим Быть честным Ни у кого не воруй, ни у кого не проси Делай свое дело и воздаст тебя Аллах Да, ну по религиозной стороне, вот как Ислам говорит У меня, не скажу что, у меня современная семья У меня отец всю жизнь связан с техникой Водитель, он любит именно все Все, что связано с машинами Все, что с дальними поездками Рейсы, все, вот это все Это его стихия А мама у меня всю жизнь работала Она у меня заслуженный учитель Российской Федерации Она работала проректором Карачаево-Черкесского университета по кадрам Она работала проректором Пятигорского технологического университета Тоже по кадрам Она Вся жизнь у нее связана более С другой, папы, например У них разные абсолютно стихии, разные структуры Но мамина мама у меня, дочка и мама Бабушка моя Она всю жизнь, она хотя не совершала хадж Хотя она, она воспитала восьмерых детей Но с детства, вот сколько она сама Когда нам рассказывала, сколько она себя Она всегда делала И молитвы все читала, и читала Коран И полностью совершала все И держала у разу И всегда она говорила нам Я сколько в себя помню Мы еще маленькие были Она была в высылке из-за того, что Дедушка не отказался от Корана Его расстреляли Они очень тяжелое у них детство было Их вернули, когда в высылке Она вспоминает, как мама ее прятала Коран в детях, листики, все-все-все Они когда перевозили, все Вот очень она такие истории Когда нам рассказывала Она очень была богобоязнена И она всегда говорила Вот вы не учитесь Вот вы не держите у разу А вот мы, нас мама еще с детства Нам даже не было когда кушать Нам мама нас приучала так Вот вы сегодня держите у разу Значит мы ждали, когда Вот первая звезда Ждали, когда И вот с детства вот она у разу ждала Вот даже она уже перед смертью Уже старенькая Ну она не совсем старая Она умерла, 83 года ей было Мы ей говорим Бабуля, лекарства пьешь Ну давай, может ты не будешь Она говорит, нет, она так ждала Всегда у разу Это для нее был какой-то праздник И поэтому вот эта частичка Нам передалась Вот как-то она нас учила Всегда, что хотя мы Может как-то вот он Более много сур знает Много аятов, намаз делает Я далека, допустим, от этого Но тем не менее Душой я не скажу, что я далека Ислам, Аида Спасибо вам огромное За такой теплый прием На наши душевные беседы Была безумно рада с вами встретиться Благодаря нашей передаче Мы все-таки с вами увиделись Что я могу сказать? Дай Бог, чтобы в ваш дом входили гости Только с добрыми вестями Ой, спасибо огромное Мы были очень рады Спасибо вам, спасибо вам большое Ну а с вами, уважаемые телезрители Мы прощаемся до следующего эфира Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому